Одесса главное на карантине. Стоят поезда, электрички, друг в дружке соединены, пантографы все сложены. Все. Короче, в Одессу пришел Шаббат. А Шаббат переводится полная остановка. И покой, конечно. В принципе, хорошо. Экология. Чистенько все. Видите, убрали, покрасили урны. Бычки поубирали. Срачи, можно сказать. Все чисто. Все отлично. Ну, ворота здесь закрыты. Я проник нелегальным путем, можно сказать. Но ради этого стоит снять видео. Вот такие его дела. Все вот так вот. Все. Все вот так. Тихо тут все. Но скоро, думаю, будет движение. Даст Бог, чтоб все запустилось, так сказать. Стартануло. Флаг наш. Державный трошки запутался. Він что-то похож на какой-то треугольник. Надо, чтоб его тоже повернули. Вот. Прапор – це дуже важливо. Це символизует державу. Так. Ну, вот видите, кафешки все стоят. Все. Стоит. Вот наши электропоезда стоят. А вон составы стоят. Итого раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, семь. Семь. Вот так вот. Все, никого нету. Тишина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот так вот. Вот черноморец стоит. Видите, вот все подкрашивается. Все подкрашивается. Вывески. Там женщина сидит, красит что-то. Ну, вот так вот. Пока что все в таком режиме. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вижу восемь составов. Ну, я думаю, что люди сидят в вагонах, тоже какие-то уборки делают. Подготавливаются к сезону. Потому что интенсивность будет серьезная. После этого перед за всяким спадом идет большой рост. Так что все очень серьезно. Все тут бегают, видишь? Может, девочка кота кормит. Так, ну, вот так. А это уже Среднефонтанская улица. Смотрите, движение идет. Вот так вот. Никого нету. Удивительно. Две третьих мая прошло, никого нету. Это, конечно, это уникально. Такого, не помню такого в Одессе. То есть, даже в 2014 году, когда началась эта вся история, то есть война российско-украинская, тоже как бы не так все было, конечно. Еще больше людей повалили, потому что подальше от телевизора. Ну, вот так вот. Одесса, главное. Свежий воздух. Где-то плюс 22 сейчас. Но холодает. Все чистенько, все. Черноморец стоит вот. Черноморец, черноморец. Черноморец не команда. Запорожец не машина. Сейчас в вокзале попробуем снять. Конечно, камера такая стоит, но ничего. Короче, никого нету. Зал и очекывание. Все вот так вот, смотрите. Вот такой вот зал. И никого нема. Вот такой красивый вокзал в Одессе. Все, в принципе. Идем. На выход. Помятай, это проце. Пассажиры. Наушнички. Доброго дня. Здравствуйте. А когда будет работать уже? А не знаю. Что, ничего. Короче, девочка сказала, что 22-го не будет ничего работать. Ждут телеграмму. И только после телеграммы они, после этих всех распоряжений, они будут принимать какие-то действия. В сторону того, что... Ну, в сторону работы вокзала самого. Ну, вот так вот. Так что неутешительно, можно сказать. Вот. Черноморец. Черноморец, 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 черноморец. 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 Одесса, черноморец. Одесса, Киев, черноморец. Такие вот дела. Вот наш знаменитый вокзал. Видите, такой симпатичный. Сейчас фотографию сделаем такую еще. Короче, я тут девочку не хотел снимать ее на видео. Говорит, что, значит, все вот это имущество, госмайно, это все поезда. Значит, с 22-го вроде бы как пойдут электрички. Вот эти вот. А поезда, то есть, вообще вопрос. Потому что там будет несколько этапов старта. Ну, премьер сказал. И, короче говоря, то все под вопросом. То есть, сезон, конечно. Ну, Блаблакар, конечно, будет выручать. И так далее. Люди... Транспорт личный. Блаблакар, в принципе, циркулирует по Украине. А все остальное, как бы... Ну, железнодорожный транспорт очень, как бы, важен. Потому что у нас, как бы, Украина не маленькая. Вот. По территории, если полностью страну брать, то, как бы, она первая в Европе по размерам. Ну, кроме России. Россия на поуральские горы Европы считается. А в Европе, как бы, полная страна. То есть, Украина. По размерам. Ну, вот. И, ну, как бы, нам нужен транспорт железнодорожный. Посмотрим. Даст Бог. Такой граффити, видите, в тему. Красивенько так сделали. Вот. Посмотрим. Будем... Слушайте блогеров. Вот. Я любитель, можно сказать. Но чуть-чуть что-то, как бы, приоткрыл дверь. Вот. Вокзал. Одесса главная. Красивая. Все полагается. Ну, и горит червоный. Червоный горит. Все. Пантографа. Так. Такие вот дела. Короче, дежурят они по одному человеку на три вагона. То есть, ну, охраняют. Ну, понятно, что это имущество. То есть, тоже нужно его... Я же сюда как-то зашел на вокзал. Так же самое, как бы, и они. Тоже. Вот. То есть, ну, надо, чтобы сберегалось все это мое. Ну, хорошо, ребят. Всем здоровья, благословений. Бережите бета своих, своих близких. Все будут добрых. Все это к лучшему. Все, что происходит, это все к лучшему. К чему-то. Что-то за этим хорошее стоит всегда. Даже если там самое, там, капец, короче. За этим все равно все самое хорошее стоит. Всем удачи, благословений.